Кто или что охраняет Путина? Почему его резиденция на Валдае гораздо важнее, ну скажем, Белгорода? И чего на самом деле больше всего боится кремлевский диктатор? Так радиус свободы нашли несколько позиций, несколько систем противовоздушной обороны, нашли несколько С-300 и панцирь, и здания нехта нашли еще несколько позиций. В целом резиденция Путина на Валдае охраняется со всех сторон, просто вокруг. С севера, юга, востока. Но с запада она охраняется тоже. Хотя на первый взгляд именно с той стороны почему-то и незаметно. Как пишут журналисты нехта, с трех сторон охраняется резиденция Путина на Валдае. С трех сторон она закрыта противовоздушной обороной и комплексами С-400 или С-300. Тут сложно определить, но вряд ли Путина бы охраняло что-нибудь, ну, не самое современное. А самое современное пока у России это С-400. С-500 они пока еще не опробовали так, чтобы использовать ее возле резиденции Путина. Если мы говорим про комплекс С-400 и, скорее всего, это самая ВИН, потому что ВИН за заявками РФ мает возможность бороться с баллистическими ракетами. Мне цельком логично, что они поставили самый такой комплекс. Одночаса, это только декларации. Комплекс С-400 вражают ракетами Атакамус, без лечви ДОЕ. Но они разместили один. Вин, до речи, належит, если не помиляюсь, до 45-го занятного ракетного полка Российской Федерации. Сколько таких резиденций по всей России и, на самом деле, можно ли понять, где именно находится Путин, где его прячут или где он прячется? Или все его, ну как, бункеры или места, где он теоретически может быть, закрыты такой системой обороны? Кстати, мы-то смотрели только на то, что рядом, но на самом-то деле, скорее всего, его оборона глубоко и несколько эшелонов имеет. И очень глубоко организовано. И это все очень сложно найти, ну, разве что убить на это несколько месяцев. И прочесать через спутник и через другие всевозможные инструменты все леса, которые вокруг хотя бы Валдая находятся. Панцирь они поставили на флагтурм, так званую такую конструкцию, яка поднимает его на высоту несколько десятков метров, для того, чтобы сбільшить огляд самого панциря и возможности его работы по низковисотных целях, в первую очередь, про дроны. Также в материале проведена кропитка работы с пошуком этих панциров вокруг самого Валдая. И там действительно величезная концентрация, и они имеют перекрытие сектора обороны один относительно одного. Почему возникает мысль именно о глубоко эшелонированной обороне? Ну, во-первых, потому что те средства, которые видно на спутниковых снимках, они предназначены для целей на средней и ближней дистанции, на такой же высоте. То есть дальняя дистанция как бы тут не учитывается, хотя должна, казалось бы. Против баллистических целей работает С-300 или С-400. Ну, давайте называть С-400, потому что, ну, скорее всего, именно эта система там стоит. Ну, и радиолокационные станции, которые стоят по всему периметру. И, конечно, самое главное это, самая мощная система обороны, это освещенная Кириллом земля. Она, кстати, тоже находится под очень плотной охраной противовоздушной обороны. Давайте подумаем, сколько городов российских можно было бы защитить, закрыть вот этой системой обороны, которая расположена, которая организована вокруг одного Валдая. А потом умножим на то количество резиденций или бункеров, которые у Путина есть. Мы не знаем, на самом деле, сколько их, ну, как минимум пять. В принципе, тогда становится понятным, куда подевалось все ПВО из прифронтовых районов и, в принципе, из восточной части России. Интересным есть еще один факт, что сама противовоздушная оборона или система всей обороны Валдайской резиденции Путина строилась после 2021 года точно. Если покопаться еще глубже, наверное, можно увидеть даже на снимках, когда она там появилась. Но на западной части, на запад от Валдая, от самого города или поселения, я не знаю, как это назвать, снимки, которые датируются 2021 годом, и на них ничего нет. Если посмотреть на снимки 2021 года дальше, вокруг резиденции Путина, то там тоже нет противовоздушной обороны. А на снимках в 2024 году уже есть. Да, действительно, большая часть из того, что там размещено, оно подвижно, то есть его можно перегонять с места на место. Но есть некоторые элементы, которые статичны, как то РЛС, как то площадки, которые есть на этих фотоснимках. Да, мы еще и не видим средств защиты от ядерной атаки. Как минимум, потому что те средства, которые должны защищать или перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты, допустим, они шахтного типа, и их, ну, очень сложно найти, и вряд ли они стоят где-то недалеко от самой резиденции Путина. Наверное, они размещены дальше, может быть, где-то недалеко от Урала и так далее. А с западной стороны есть другие средства обороны от тактических ядерных ракет. В общем, со всех сторон защищено очень надежно. Тими засобами, которые стоят около Валдая и резиденции Путяна на Валдае, сколько Белгородов можно было бы захистить? Ну, враховуючи один комплекс С-400, повноценно, возможно, повну дивизию навіть. И, взагалі, насправді, там заходится в силу и зенитаркетный полк. Это 100% один позиционный район, плюс, соответственно, кількість панциров. Ну, объективно, если так брать, то, напевно, на два Белгорода с головой вистачить. Ну, я бы сказал бы, навіть на два Белгороди та Півкурську, можливо, навіть так. Тобто, ну, еще там, и... Ну, потому что, с подъемом, они очень много панциров поставили. Тобто, они действительно обеспечивают максимальную защиту обороны. Знов-таки, калькуляция, мне кажется, неповнена, потому что нужно увеличить радиус пошуку. Тобто, возможно, это просто остальная линя обороны. А если вы вступите на дальность 50 метров и радиус брать от резиденции Путяна именно такой, то, пятиста-километровый, и там пошукать, то там еще может что-то быть. И, то есть, это может быть действительно лишь остальная линя обороны, а внешнее коло, оно наибольшие... ну, там еще больше может быть засобов. И тогда мова будет идти не про то, что там Белгорода охраняет один С-400, или два С-400 плюс там десяток панциров, а мова может идти про несколько полков С-400 и десятки этих панциров, но они стоят на значительно больше истин. С одной стороны, это если смотреть на то, где он на самом деле находится. Но, с другой стороны, охрана Путина стала как-то незаметнее. Он стал все чаще выходить как бы к людям. Началось это, конечно, еще перед так называемыми выборами, ну, потому что нужно было показывать, что он близко к народу находится. Ну, а на самом деле продолжается и сейчас. Почему доступ к телу, как говорится, стал намного проще? Почему он стал проще выходить к людям? Что за лекарство такое он себе вколол, что может себе это позволить теперь? Может быть, все дело действительно в двойниках, которых, может быть, стало больше или стало менее жалко? Тогда к чему это все? Институт Роберта Лансинга пишет о том, что действительно, по всей видимости, протоколы биологической охраны или биологической безопасности Владимира Путина где-то с начала 2024 года были изменены. Ведь раньше Кремль выпускал видео и показывал все встречи Владимира Путина на некоторой дистанции. Это был или большой стол, или, в общем, далеко друг от друга стояли. А иногда пропагандисты или те, кто приходил к Путину, другие говорящие головы, проговаривались о том, что несколько недель они сидели в изоляции. Так вот, институт Роберта Лансинга делает вывод о том, что те меры безопасности, которые были, именно биологической безопасности, вероятно, были связаны с протоколами лечения онкологических состояний, которые связаны с тем, что пациент должен избегать контакта с потенциальными носителями инфекции из-за ослабленной иммунной системы. Также аналитики института убеждены, что использование двойника Путина, и они подтверждают это фотографиями и видеозаписями. Ну, допустим, двойника отправляли в Северную Корею. Так вот, они говорят, что использование двойника Путина, скорее всего, связано именно с его состоянием здоровья, оригинала, а не копий, а не с мерами безопасности. В настоящее время действительно трудно определить, как и место нахождения Путина или его двойников, так и, собственно, факт какого-то ухудшения или улучшения состояния его здоровья. Но можно сконцентрироваться на нескольких фактах. Ну, допустим, информационная кампания о смерти Путина или о его там продолжительной болезни запускалась и была санкционирована Николаем Патрушевым, который после этого, через некоторое время, чтобы не было сильно подозрительно, фактически расширил свои полномочия. Ну, то есть, фактически он теперь может делать больше. Фактически он освободился от некоторых сковывающих его обстоятельств, вызванных, ну, может быть, характеристикой его должности. Некоторые аналитики утверждают, что Патрушев даже перенял на себя некоторые обязанности президента. Ну, естественно, после ухода с поста главы Совета Безопасности Российской Федерации. Но все это подтвердить очень сложно, даже, наверное, практически невозможно. И все источники, которым можно было бы сколько угодно доверять, могут быть заангажированы. Поэтому следим дальше, следим за щеками двойников Путина, если вам это, конечно, интересно. И подписываемся на мой канал, на канал 24-го. Ставьте лайки, не забывайте оставляйте комментарии. И, конечно, берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok